Родина Леонидовна упоминала странное собрание Санкт-Петербурга, и сейчас я хочу вас пригласить к микрофону Павла Михайловича Ягина, который является заместительным председателем, а также Куртева говорила уже, что мы рассматриваемся в Радио-Непропатической партии как здоровителями, и вот как раз Павел Михайлович один из здоровителей предметов, связанных с историей Донбасса, с современной ситуацией, потому что как раз имеет в этом отношение то, что он об этом и расскажет, и, надеюсь, услышать, я не буду оставаться действия как-то бизнес-спикера ЗАГСА. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Первое, что я вам нужно передать поздравлению с выступлением законодательного собрания Александра Ивановича Убийского. Дорогие друзья, от имени Законодательного собрания Санкт-Петербурга приветствую вас на открытии выставки Донбасса в Павле. Музей политической истории России уже второй раз принесет о ней статьи, продолжая в основном и консельном переведенном регионе. Открывающиеся выставки – это уникальность и восстановление пронужных мощей данных и разными сутки и путь людей, и технических, и военных враждений и на нем с собой расследованием. Важно, что отдельный раздел проекта посвящен реалическим событиям настоящей регионе 2018 года. Официант всех государств, хочу по поводу Донбасса в этой выставке, рассказывая о прошлом настоящих Донбасса, мы помогаем осознать историческую связь региона с Россией, его непосредственностью, и значение той же культуры и войны, которая сегодня уже жизнь прихает вместе с российскими военнослужащими за свободу и генометрами Донбасса. Уверен, в экспозиции не только какой-то интересный профессиональный свой, мы найдем большого, кто не посетить, особенно молодежи. Желаю всем, что я стану выступить полным уважением, судьбой и благословучием, а не верным в нем. Александр Михайлович, спасибо. Аплодисменты От тебя хотел бы добавить следующее. Вот он сказал, да, про регионы, который открытый, на деле, по-моему, здесь присутствуют мои коллеги, в законодательном собрании. Многие там действительно побывали. И то, что мы увидели своими глазами, это, наверное, вспомнил серьезный консформированный видение того, что происходит. И очень важно, что есть действительно наше общее понимание, независимо от того, какая это политическая сила, что это наша земля, это наши люди. И наша основная задача, это, естественно, им помочь. Даже иногда она может быть лучше в себе, потому что именно в этом и заключается наша сила, наша помощь нашей страны, нас схватит. Поддельное спасибо хотела сказать ему Елене Антону, который очень крепежный, здесь, мы относимся к этой выставке, вкладывает на душу и коллектив, который не формально проводит это предприятие, а тоже переживает и проживает это все. У нас большие серьезные планы, в том числе от нас, в нашем региональном отделении, извините, что все равно еще не помню. Дретья Антон собирается привезти как раз таки молодежь в границах для того, чтобы мы взаимодействуя, общаясь, устраивали прочнейшие связи для понимания того, что мы действительно близкие люди и за счет этого безусловно. Ну все, нормально, и там будет мир и процветание. Спасибо.